ХОПА! Всем здарова с вами, как всегда, ваш дорогой браток! И сегодня мы с тобой продолжаем играть в 60 секунд реатомизация. В общем, переиздание игрушки. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита, друзья! Сколько с последнего выпуска воды утекло, да, пацаны? В общем, давно, давно у нас не было, но мы, конечно, забрасываем, то продолжаем. В общем, блин, надеюсь, вы соскучились. Надеюсь, вы соскучились по этим отличным ламповым летсплеям, когда мы с тобой общались. Блин, вот знаешь, каждый выпуск там про погоду я узнавал, мне было интересно, у меня разговаривал, помнишь, там что-то еще, истории рассказывал. Блин, это супер, это супер, друзья! Я сегодня, мы с тобой очень, очень надеюсь, что мы выполним эти задания и, наконец-то, пойдем потом в апокалипсис. Потому что там много всего нового, но я, видишь, я не могу, блин, как-то начинать, потому что все эти задания... Я вот, вот помнишь, эта дама с собачкой? Я три или четыре раза не мог пройти, это очень напоминает, знаешь, 60 парсек. Там тоже было одно задание, помню, последнее. Я шесть месяцев не мог его пройти, и это задница, это просто задница, друзья, но, надеюсь, это мы сможем. В общем, надо продержаться 50 дней, не потерять собаку, экспедиции отключены. И вот, что самое важное, то есть мы как бы дома, и я не знаю, как тут бороться. Спаслась только Долорес, точнее, Долорес... Такой звук какой-то странный был. И это стар... странная, вот старая странная дворняжка, им придется держаться вместе, несмотря ни на что, пока не прибудет помощь. Придется мужественно выносить голод, скуку, всевозможные опасности и тот факт, что Долорес вообще-то не слишком любит собак. Да, но зато многие любят котят, да, пацаны? Давайте, давайте, хопа, вот чаш... Ха-ха, Тимон там на заднем плане. Мил, да-да, Тимошка, тебя любят, не переживай. Короче, давай выпьем по чашечку чаечка-кофеечка, пацаны. У меня, правда, квасок, я, наконец-то, квас очаковский взял, блин, ну. Обожаю, обожаю квас. Ну, я не особо люблю, на самом деле, кофе, чай, потому что они горячие. И некоторым только бы раз и кипятяру всосать. А мне, например, там холодненького чего-нибудь. И так, короче, у нас картишки, пацаны, но... Самое интересное, что мы можем поменять скин. Вот это вообще круто. То есть, вот смотри, противогазик можем, хоп, шапочку одеть. Так, да, Лорос, у меня, правда, только одна шапка, но ничего. Да, вот это вот стандартный крестик. И всегда, всегда все думали то, что это работает. То, что ты нажимаешь вот сюда, и герои много чего приносят. Но на деле нифига. Нет, 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 нет. Когда вокруг гремят взрывы, любая здравомыслящая женщина все бросит и побежит спасаться. Вместе с женщиной в убежище оказался грязный пес. Лорос, блин, ну че вы там, он же хороший, засранчик маленький. Сейчас, друзья, я свернулся, чтобы проверить там все нормально ли. Нам просто нужно дождаться помощи. В общем, 50 дней прожить челлендж. Сможем ли мы? Ну, как бы я тысячу и три дня проживал в оригинальный 60 секунд. И в 60 парсек я тоже тысячу и там два, тысяча четыре, может, дня прожил. Это все, конечно, друзья, знаешь, такими маленькими хитрыми штуками я проживал. Здесь нам надо будет прям вот от одного до 50. Вроде ничего такого сложного. Первый день все отлично, все время... А, нет, откуда взялась? Это зеленая лужа. Капец, из трубы течет зеленая слизь. Это не сулит ничего хорошего. Мы должны как-то от нее избавиться, но, конечно, никто не прихватил швабру. И что будем делать? Конечно же, берем противо... Так, погоди, а что мы противогазом вообще сделаем? Ну, давай попробуем, давай попробуем. Блин, он мне как бы не нужен, потому что мы с тобой никуда не идем. Мы дома сидим, мы сычи. Старинный бабушкин противогаз пригодился. Видишь, у него там даже шестеренка какая-то. Что это? Для чего эта шестеренка вообще нужна? А мне интересно, что она там шестерит? Не знаю. На противогазе вот этим. Но бабушкин противогаз знатно отлично работает. Всю зеленую жижу мы с тобой... Нет, у тебя почти нет беспорядка. Наше уютное жилье снова чистенькое. Довар, чувствую себя нормально. В общем, как ты видишь, ничего плохого. Ну, конечно же, тараканы. Тараканье, тараканье. Ой, пацаны, ой, как я ненавижу тараканов. Хочешь историю? Хочешь историю, бро? Не забудь. Не забудь поставить лайкосик. В общем, когда-то у бати были тараканы. И тараканов было очень много, мой друг. Очень много. Одно прекрасное время, знаешь, еще даже до этого. Это где-то там год назад, где-то лет 10 назад, наверное, тараканы все ушли. Потому что, типа, мобилки, они на какой-то частоте такой же разговаривали, как мобильная связь. В общем, тараканы действительно ушли, но пришли новые, уже более продвинутые, адаптированные. И, естественно, будь здоров, что делают. Так, жажда пока. Так вот, а год назад, пацаны, тут капец было таракан. А что, что, в принципе, помогло? Знаешь, ловушечки. Такие я, конечно, эксперименты. Вот, знаешь, вот я тебе покажу. Это, конечно, не тот тапок. Другой. Вот этот тапок, пацаны. Ну, к примеру, этот тапок. Там был другой тапок. Он много тараканей к жизни унес. Я тебе скажу, просто дофига. Вот, где-то штук 100 на моем счету. Вот, не буду хвастать. Да, вот такой вот я убийца тараканов. Я, короче, проверял. Были тараканы в ванной, пацаны. Знаешь что? Я, ну, смывал их, естественно. Ой, ой, тревога. Давай-ка на замочек. Просто-напросто брал, короче, дуршлаг. О, пацаны, дуршлаг. Ну, в общем, лил на них водичку. И они держались. Они настолько сильные эти. Эти черти вонючие. Просто пипец. Ну, в общем, к нам уже грабители. К нам уже грабители, оказывается, ломятся. Обезвоживание идет. Но это завтра. Завтра-завтра. Как раз собирались с впечатлениями. Что-что-что тут прочитали? Разговор прервал выживших, которые уцелели после взрыва. Поделиться. Нет! Я сам хочу выжить! А где мы? Вы чё? Мы очень культурно отказались помочь нашим гостям. Несмотря на это, они тут же набросились на нас кулаками, камнями и дубинками. Мы думали, что они нас убьют. Но эти варвары только украли все наши запасы. Шикарно. Просто. Боже мой. Эта миссия когда-нибудь вообще проходится? Нет, ребята. Это что вообще? Это вообще что такое? Капец. Но у нас есть фургончик с мороженым, между прочим. Кто-то собирает танки. Я еще не знаю. Кот. Таракан. Вообще, по натуре, чуваки, тараканы, они как бы... Но они, слава богу, не жрут же человека. Хоть на этом спасибо. Но. Но. Но они выглядят противно. То есть, если они хотя бы выглядели как кузнечики. Они же похожи, да? Чуть-чуть на кузнечики. Ну, чуть-чуть как бы. Вот. Нормально. Но, блин, как они выглядят. Ползают. Ладно, не буду вам портить аппетит. Вдруг ты там что-то кушаешь. Вкусно. Такой пиццу кусочек. И такой. Нет, я больше не кушаю. Нет, нет. Прости. Короче. Короче, друзья. День первый. Грызун. Окей. Окей. Прикинь стопором на таракан. Я тебе скажу уж вот что. От тараканов средство. Декоративные домашние крыски. Вот маленькие крысочки. Да? Вот эти очень холёщие маленькие штуки. Кстати, вот крысы скоро будет. Они жрут. Они хрумкают. Капец их. Вот так вот. Так что, пацаны, смотрите. Можете не домашних. Можете каких-нибудь диких крыс наловить себе пачечку. Домой приходите, приносите пакет целый. Они там шуршат. Начинают потом. Надо заводить бродячих котов. Вот. После котов надо псов каких-нибудь. Волков, я не знаю. Там надо. После этого надо медведей каких-нибудь. Чтоб, ну знаешь, чтоб медведи избавились от волков. Вот. А медведей уже как-то надо с ушей. Какой-то морилкой, наверное. Я не знаю даже, честно, средства от медведя. Наверное, вы, скорее всего, уже не будете жить. Точно. Ладно. Опять. Опять спрашивают. Лишняя перекость водорода. У меня одна. О! Кислород. А углерод. Я твой рот. Кто помнит эту фигню? Нет, конечно, я неправильно. У, углерод. Так. Мы не верим, что это настоящие врачи, но на всякий случай по-быстрому от них избавились. Пока они не выставили нам счет за вызов на дом. О! Это жизненно, знаете, когда состаришься, ты поймешь. Ты поймешь, сколько это все стоит. Это когда здоровье начинает подводить, и ты такой, оу, щит. Ладно. Давай вот так вот сделаем. Опять же цепляем замочек. День четвертый. Угу. Угу, 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 угу. Итак, мы не надеялись, что небольшой висячий замок сможет остановить грабителей, но этого оказалось достаточно, чтобы им помешать. Похоже, они изрядно попотели, пытаясь выломать двери, но в конце концов отступили. Жаль только, что замок сильно поврежден. Нам нужно придумать новые способы защиты. Так, Долорес больше не протянет. Протянет, протянет. Вот завтра она не протянет, а сегодня протянет. Не надо мне тут. Это как, знаешь, срок годности у продуктов, наверное. Типа, вот это уже не срок годности. Это нельзя есть. Да можно. Не, ну я не призываю ни в коем случае. Не ешьте, не ешьте, а то травитесь или еще что-нибудь. Просто я помню старые добрые времена, когда большой-большой рынок был, и там продавали дофига просрочки. Типа, лапши, тушенки, и все там бабушки, дедушки спокойно затоваривались, и нормально было. Так, грибы, съесть парочку грибов. Не, нет, нет. Ой, какие грибочки. Итак, Тосик, ты как там? Он нормально, он нормально. Отлично, Гавгавкин у нас гавкает. Долорес ничего не требует. Один кирпич. Проверить, от чего он исходит. Вот тут есть обратная сторона вот этого. Либо мы с тобой сейчас на неприятность напоримся, либо сейчас будет банка супа. Но мне кажется, банка супа, да, у нас будет? Да, слабо, это крыса. Эту крысу мы похоронили в пустой консервной банке. Она это заслужила. Пресс-ф, пресс-ф, пацаны. Бедной крыски маленькой. Так, посмотрим, что внутри. Так, чемодан, нет записки. Нет, нет, да что такое? Прям, знаешь, уловок этих. День восьмой, день восьмой, а мы уже с тобой капец загружены вот этим вот всем. Но здесь решает, конечно, рандом. Пацаны, здесь рандом это прям вот все. О, да-да-да. Так, обезвоживание вот сегодня мы не даем. Молодец, блинчик попить принес, красавчик. Блинчик проголодался. Нет, блинчику пока что не даем. День десятого сейчас даем нам. Блинчику на следующий раз надо дать, а то он уйдет. Типа не кормим, все дела там. Так, обезвоживание есть. Так, грызуны наши запасы. Что ж такое-то? Все нападают и нападают. Тараканье. О-о, тараканье. Так, ура, наши запасы спасены. Ура! Давай волну послушаем. Какой-нибудь, знаешь, вот всегда так мечтал какой-нибудь, ну, какой-нибудь такой агречительный напиток попить. И чтоб у тебя был камин домашний. Ты смотрел на него, думал о смысле жизни. Он так слегка потрескивал. Блин, вот это вот. Или, знаешь, на закат смотри. А мы тут, блин, смотрим на шо, на шо, как мухи, блин, в наших вонючих ног пролетают в Жеке. Пресе в Жеке, Жека. Когда нам, наконец, удалось поймать вместо помех нормальную волну, мы услышали какой-то безумец рассуждения теории заговора. Летающих тарелках, марсиан, которые почищают людей. Окей, окей. Так. Еще опять радио. Не, наверное, не будем. Хотя, вот, по идее, лучше слушать, чтобы они не обезумели. Точнее, Долорес. Она сейчас, ооо, начнет вот так вот делать. А это возможно, это возможно. Ты думаешь, что невозможно? Так, все, продолжить. Радио, это не игрушка. А вдруг мы шломаем? Что у Долореса? Там жажда. Чуть позже. В зеленых пижамах веселой компании. Нет, нет, нет. Как бы мы, мы не богаты, но мы и не бедные. Мы суперсреднячок. Ну как вообще, по идее, у нас две банки. Наверное, все-таки бедные. Таки кого я обманываю, пацаны? Мы бедные. Мы суперпупарбедные. Так, ну, тут мы ничего не сделаем. Сейчас мы, главное, Долорес напоим. Пятнадцатый день, между прочим, мужички. Я думаю, я думаю, будет все как по маслу. Я чувствую, я знаю это. Иди, блинчик. А, кстати, если его не пускать, он может, он может, тогда не будет просить есть? Блин, о чем я вообще думаю? Типа, он может в туалет хотел. Блин, блинчик и собаки, они же, блин, хотят там. По своим делишкам, а я тут что вообще такое говорю? И при том, главное, чтобы он не убежал, между прочим. Надо с ним быть, вот что. Еще вот это да, ля, мужики. Так, блинчик рад. Блинчик, банку-то не ешь полегче, дружище. Ладно, томатный суп поднимает настроение. Итак, у нас одна банка супа, одна банка воды. Это очень плохо, потому что нам этого не хватит определенно. Определенно, надо как-то вот свои запасы прям вот, я не знаю, тянуть. Тянуть, тянуть. Я думаю, аэрозоль прям в лицо этим гадким бандюгам прям. Давай, давай, там им обработай их, обезвоженный. Какой день? Девятнадцатый. Девятнадцатый день, между прочим. Пацаны, кажется, у пауков, ну давай аптечку мы применим. Хоть и, вот жалко, у нас нет дочурки. Она бы обезумела. О, аптечку, кстати, не потратили. Так, обезвоживание, голод. Так, да, давай заделаем дыру. Я не знаю, как противогазом можно заделать дыру. Покажите, объясните, как. И при том его в целости... А, ну просто повесить как бы на дырку как-то или воткнуть. Как, знаешь, картина вот закрывает какую-нибудь там дырень. Я не знаю. Проблема устранена. Они предлагают чемодан, ружье. Дай-ка я ружье лучше. Вот ружье мне нужно. Вот ружье мне нужно пригодиться. Мы с этим ружьем, как всех там бандюг-то всяких. Вот этих вот... Вот этих самых. Так, ружье есть. Но это, конечно, странный обмен. Картишки на ружье. Это... Это жесть. Это непонятно. Я не понимаю этого. Я бы никогда свое ружье не отдал. Не, ну... Как бы апокалипсис... Надо... Наверное... Молодец, блинчик. Он ничего не принес. Ладно. Ааа... Да, да, да. Да-да-да. Эти припасы для тебя. Та-та-та-та. Молодец. Мы ничего не... Мы принесли гармошку. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Фа. Вот. Обезвожен мне голод. Па-па-ра-па-па-ра-па-па-па. И что там еще? Истощение. Блинчику я не могу дать. Кто тут хороший блинчик? Ну, а на один денек-то потерпит, конечно. Но 25-й. Но потом... Но потом блинчик обезумит на нас. Набросится. Ладно, блин. Не переживай. О-о-о-о. О-о-о. Вот это погодите. Вот это погодите. Сколько у нас бутылка воды? Одна. Так. Одна бутылка расчета. Математические расчеты. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Четыре. Четыре умножить на пять. Это двадцать. Блин. Нам чуть-чуть не хватает. Или там не одна бутылка? Погоди. О-о-о. Ее меньше, к сожалению. Тридцатый, тридцать пятый. Да, нам получается... Ну ладно, попробуем. Попробуем, конечно, так сделать. Не знаю, что из этого получится. Очень-очень надеюсь, что все получится. Пожалуйста. Пусть этот выбор особо так не повлияет. Ружье нам нужно, чтобы защищаться. И топор тоже. То есть, как бы мы с тобой... Истощение блинчик. Так, отлично. У нас хотя бы есть теперь консервы. Это меня очень радует. Так, истощение есть. А-а-а-а. Идея. Как так? Спокойствие. Только спокойствие. Только спокойствие. Друзья, ничего страшного в этом нет. Можете что-нибудь сделать с нашим ри... Рядио. Нет. Ничего не делай с нашим рядио. Блин, я просто... Я просто сейчас обосрался. Блин. Так. Истощение жажда. О-о-о. Отлично, 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 отлично. Так, что мы с тобой даем? Мы можем радио дать? Так. Одну бутылочку на аптечку, наверное, по-любому не стоит. Так. Отлечься. Давай-ка радио. О-о-о, и мы сейчас выживем. Пау-пау-пау-пау-пау-пау-пау. День 29. Мы с тобой выживаем. Обезвоживание, голод. Пошел. Четыре. В смысле? Там же одна была. Четыре? А-а-а. Вау. Вау-вау-вау-вау-вау. Это слишком много даже. Погоди, блин. А-а-а. Давай, бро. Бро, сейчас ты вернешься. Тебе обязательно вкусный, горячий, томатный супик. Ждет, братишка. Возвращайся быстрее, красавчик. Обезвоживание. Так. Патроны принес. Молодца. Молодца. А-а-а. Не-е-е. Только не они. Так, что у нас больше всего? Давай-ка лучше пятью им дадим. Пожалуйста, пусть не трогайте меня. Не воруйте в моем убежище, сволочи. Фу, слава богу, они ничего не своровали. Блинчик красавчик. Так, у наших гостей не было с лоб. Да господи, читай уже нормально. Так, истощение. Нормально. Так, блинчику даем. Все, все идеально. Все шикарно идет, пацаны. Блин, четкая музыка, друзья. Прям вообще. Так, мы, наверное, нужно действовать. Наверное, ружьем сейчас. Хопа, пш, пш, пш. Ля, тридцать третий день. А, патроны. Блин, жалко. И что теперь? Жаль, нельзя починить. Так, жажда, голод. Во имя свободы, откройте. Сейчас откроем. Не, они должны нам либо карту дать, либо что-то еще вкусное. Ну, карта невкусная, нет. Хотя, если бы такой торт был, наверное, торт размером с карту. О, они нам дали, дали ружье, красавчики. Обезвоживание. Так. На две бутылки воды. Да пошел ты, а. Иди ты отсюда. Грязный прохандей. Прохандимец. Гребаный. Так, вот так вот делаем. Отлично. Супермен Тед. Если бы он был с нами. А может он сейчас, между прочим, спасся? А мы так единственные за Долорос. Не знаем, что делать. Прикинь, если вся семья сейчас выжила, как бы, а не это. Да, давай, блинчик, поищи. Ой, бро, надеюсь, ты найдешь консерву. Пожалуйста, найди. Ты нашел. О, нет, погоди, это была консерва. Плюс чумодан. Так, вот, например, отдаст, много отдаст за патроны. Прошу, прошу. Ваше дело, сэр, бояринь. Давай, отдавай все. Жажда голод. Радио дал. Так, хорошо. Нееет. Нееет, ни в коем случае не открываем. День тридцать девятый. Там всякое может быть. Так, блинчика мы кормили, значит, его можно сегодня не кормить. Вот через день можно, можно кормить. Поэтому все под контролем, все отлично. День сороковой. Так, блинчик не сбежал. Блинчик не сбежал, красавец. Написано, как же здорово, когда пес с нами дружил. Мы так ему радовались. Но без супа он стал, прямо скажем, очень странно себя вести. Так и смотрит на нас своими голодными волчьими глазами. Да, в подобных обстоятельствах чередчайно важно поддерживать тесные дружеские отношения. А за сорок дней, пройденный бок о бок в замкнутом пространстве, поневоле привыкаешь к кому угодно. Мы вежливо лаем друг на друга каждое утро и обмениваемся многозначительными взглядами. Блин, десять, десять, десять деньков. И все, пацаны, и мы свободны, рили. Так, попытаемся его взломать. Кого? Кого? Барабашка какой-то? Сейф? Нет, он может взорваться! Этот сейф может взорваться! Там что-то подобное есть. Ни в коем случае. Я уже знаю, как облуплено это все. Так, истощение. Так, благополучие, собственно, пожилых... Да, 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 да. Сейчас, нормально, сейчас нормик все будет. Пацаны, сейчас отберем мы пару супеек. Ай ты екерный бабай, сколько водички-то у нас. Молодцы, четыре фляжечки. Голод. Блин, придется тратить, но проблема в том, что... Хоть бы мы дожили до этого дня. Потому что он может на 59-й сейчас... Ой, на 49-й день уйти, убежать и будет... О, да, 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 да! Отлично. Истощение, жажда. Да, можешь, можешь сгонять. Я тебе разрешаю. 44-й день. Истощение, обезвоживание. Отлично. Ой, а вот тараканы, это, конечно... Нет, только не... Только не тараканье. Истощение, обезвоживание. Фу, блин, какие небольшие. Так. Вот так вот делаем. Обезвоживание. У нас вот что-то вообще дофига прям это. Так, обезвоживание, все, мы ее напоили. Хоть точно напоил, точно напоил. А то сейчас, хоп, конец. Я такой, боже мой, нет. Истощение, голод. Все. Норм. Нормик. Так. Бандюги. Бандюги. Защищаемся. Замок ставим. В принципе, без этой банки супа мы бы с тобой, смотри, выстояли бы. Очень здорово. Так, Долорес больше не голодна. Баночку супа обязательно надо дать нашему братишке. Все, два дня, два дня, пацаны, два дня. Так. Чуть-чуть остается, чуть-чуть остается, ребята. Колония тараканов. Давай, перестреляем их. День сорок девятый. Обезвоживание. Че, серьезно? Мы их перестреляли. Вау. Ничего нет. Все. Все, пацаны, мы сейчас... Мы это сделали. Ой, я поздравляю. Я поздравляю всех нас. В общем, несмотря на настойчивые попытки этого человека продать нам самые разные безделушки, мы были вынуждены отказать. Наверное, это было правильное решение, так как он не внушал доверия. Мы дождались. Правда, дождались. И спасение прибыло. Нас заберут отсюда. Мы отправляемся в светлое будущее, где нас ждет много кофе, собачьих консерв и нормальной порции. Или хотя бы мягкие подушки, игрушки, пищалки. И как только бы мы без них жили. И они объединились. Понимаешь, мы объединились. Теперь песик наш best friend. Ой. Ура, ура, ура. У меня камера, прикинь, выключилась. Вот когда надо, она выключается, пацаны. Короче, друзья, обязательно, просто обязательно, пожалуйста, поставьте лайкосик, если вы за продолжение. Это игрушки замечательные, это великолепные, где мы с тобой прям ламповая атмосфера. А на этом все. Всем я желаю... Не забывайте подписываться, кстати. На этом все. Бай-бай, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!